А сегодня в администрации города состоялось заседание трехсторонней комиссии по трудовым отношениям. Речь шла о ситуации на рынке труда в Лабытнанге, об изменениях, произошедших в пенсионном и трудовом законодательстве. Дарья Самородова продолжит тему. Работодатели обязаны до 30 июня в письменной форме уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, отметила начальник управления пенсионного фонда Инна Гара. Речь идет об электронной трудовой книжке. Сейчас работник сможет выбрать между продолжением введения бумажного варианта и предоставлением сведений в электронном виде. В том случае, если выбрано второе, работодатель выдаст ему документ на руки и больше не будет нести ответственность за его введение и хранение. На что обращаю внимание, что там безусловно должно быть первичное наполнение. Но это первичное наполнение, если человек, например, принят 1 января 2010 года и работает на протяжении 10 лет в одной должности, то первая запись в электронном варианте будет принята 1 января 2010 года. А если гражданин в этот период шел на повышение и переводился на другие должности, то первичным выполнением для него будет та последняя запись до 1 января 2020 года, которая содержит его перевод на другую должность. А те сведения, которые предшествовали, они были у другого работодателя, потому что он работает, например, с 90-го года, этот гражданин имеет трудовую деятельность. И эти сведения в электронный вид не вносятся, они сохраняются в его бумажной трудовой книжке. А для тех, кто впервые вступит в трудовые отношения с 2021 года, будут вестись только электронные трудовые книжки. В прошлое ушли и привычные нам зеленые ламинированные карточки СНИЛС. Теперь вместо них простое уведомление на бумаге или электронное. На комиссии речь зашла и о самом главном – ситуации на рынке труда. Так, за прошлый год в Центры занятости населения за содействием о трудоустройстве обратилось 933 человека. На сегодняшний день на учете по безработице состоит 364 человека. Это чуть ниже, чем в предыдущем году. Соискателями специалисты работают в рамках различных программ, которые способствуют трудоустройству, обучению или началу предпринимательской деятельности. С каждым годом увеличивается и банк вакантных мест. Потребность в работниках, заявленная работодателем, составила 1614 единиц. Из них для замещения рабочих профессий – 1242 единицы. По состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрировано 546 вакансий. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество предоставленных вакансий увеличилось на 3,8%. В завершении комиссии заместитель главного врача Евгений Зуйков рассказал о заболеваемости ВИЧ. Надо отметить, что благодаря мероприятиям и информированию граждан, медики протестировали на инфекцию 9248 человек. Благодаря этому было выявлено 14 новых случаев. Из них 8 – это рабочие, прибывшие из других регионов, а также один иностранец, который вскоре был депортирован в свою страну. Сегодня на учете состоит 111 ВИЧ-инфицированных. Они успешно проходят специальную терапию в Лабытнанской городской больнице.